Всем привет! И это уже нормальный, в отличие от предыдущего, обзор кузова ВАЗ-2101 от HotTab. HotTab, если вы не поняли, это производитель данного кузова. Выполнен кузов просто отлично, на мой взгляд. Высокая детализация, всё достаточно продуманно. И вообще кажется, что в руках ты держишь настоящую копейку. То есть, ну, блин, у меня нет слов. Я, во-первых, давно хотел кузов такой, что-то из советского автопрома. И, в общем-то, получил его. В общем, был несказанно рад, но это до порода времени. В общем, внешне он только радует. Всё сделано отлично. Сейчас я быстренько его покажу. Так вот, в комплекте идёт 4 бампера. Это 2 бампера без клыков. И 2 бампера с клыками. Так, секунду. Вот. Также в комплекте идут сабвуфер, отражатели и колпаки на диске. Теперь подробнее о том, почему же я его не крашу и не ставлю на модель. Просто потому, что он не подошёл. Во-первых, впритык арки. Очень маленькое расстояние между колёсами и этими арками. Я думал, будет тереться. Но, вроде как, примерил кузов. Вроде нормально. Вот. Также очень большая проблема, которая портит всю картину от этого кузова. Просто выпирает бампер на модели. То есть, кузов оказался просто-напросто коротким. Если обрезать бампер. То есть, про саму поролонку я ничего не говорю. То есть, это естественно, что её выкинуть. Но обрезать там придётся и пластиковую составляющую. Но на ней расположены стойки. Обрезать можно. Но я этого делать не стал. Не буду портить. У меня ДВС-ка, как вы можете понять по предыдущим видео. То есть, у неё довольно-таки большая масса по сравнению с туринговыми электро и дрифт-моделями. Поэтому, и вообще, скажем так, скорость побольше. Не берём в расчёт какие-нибудь там БК и так далее. В общем, скажем просто так, что скорости большие, большая масса. И первая же стенка, и модель, в общем-то, хана. Тем более без бампера. Я не стал просто выбирать бампер. Даже порогонку не стал снимать ради этого корпуса. Просто не хочу жертвовать моделью из-за этого. На ремонт придётся потратить больше, чем стоит сам вот этот кузов. Это я уверен. Так вот. Я знаю точно, что подходит этот кузов на модели Tamiya TT-01. И, в общем-то, всё. Также у меня имеется ещё одна шоссейная ДВС-ка. На неё он тоже не подошёл. На какие ещё модели подходят, я просто не представляю. На Sakura он не подходит, насколько мне известно. Лично я её не видел, но говорят так. Не подходит на Maverick, там, HSP, если я правильно назвал фирму. На Tundra Tiger, соответственно, тоже. Там что электро, что ДВС, они, в общем-то, одинаковые, наверное, по своей базе. На Sprint-2, скорее всего, тоже не подойдёт. Так как вот моя модель ДВС-ка и Sprint тоже по своей базе, они, наверное, одинаковые. Поэтому там тоже бампер будет выпирать. Но если на дрифтовых бампер снять некритично, то на вот таких вот туринговых это уже будет беда. Не рекомендую этого делать. Вы спросите, почему же я не продам этот корпус. Буду брать как раз-таки электричку дрифтовую. Именно модель я не скажу, пусть это останется в секрете. И, в общем-то, я очень надеюсь, что вдруг произойдёт чудо, и этот корпус отлично встанет и на вот эту электро. Поэтому не стал вырезать отверстия под стойки корпуса, всё останется так, как есть. Скрытые крепления пока тратиться тоже не хочется. Возможно, хотя, скорее всего, если уж так смотреть по радио и глаза, он и на ту модель электрическую не подойдёт. Но это, как я уже вроде бы говорил, это дрифт модель, и бампер с неё снять тоже будет некритично. Так что на дрифтовой электричке там без проблем сниму, не пожалею. Вообще, интересно. Я бы очень-очень хотел узнать, на какие модели всё-таки этот корпус подходит. Вообще, на сайте, с которого я заказывал, с магазина, интернет-магазина, там не было указано ни длины кузова, ни ширины, никаких вообще размеров, ничего не было. То есть, вот, масштаб 1 к 10, в комплект какой-то отражатель и там т-т-т-т-т-т, всё, больше ничего. Ну, 1 к 10 у меня модель, соответственно, этого же масштаба, всё, я думал, отлично подойдёт. Вообще, даже не думал, что он может не подойти, даже мыслей такой не было. А вот так вот кузов пришёл, и всё, не подошёл. Было очень обидно, ну, в общем, как есть. То есть, лежит до лучших времён. Когда будет у меня эта электричка, это тоже останется в секрете, в общем, будет обзор на неё, как только она придёт мне. Ну, так вот, если хотите данный кузов, то будьте бдительны, будьте осторожны, но ТТ-01 подойдёт точно. Это без вопросов, она, видимо, под ТТ-01 и делалась. И, в общем-то, подойдёт ко всем остальным моделям с такой же базой, как и у ТТ-01, видимо. Ну, так вот. Ну, думаете, там, кто-то, может, хочет, чтобы бампер торчал кому-то, да это вообще пофигу. Ну, ваше дело, конечно. Также у HotTab есть кузов ВАЗ-2008. Про него не могу ничего сказать. Может быть, с ним всё нормально. Но вполне возможно, что точно так же, как и с копейкой. Может, он тоже окажется коротким. Ну, думаю, на этом стоит закончить. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Спасибо. Пока.